Штаб существовал до марта месяца на главной площади нашего города, в Доме культуры. Но затем, в марте месяце, мы перешли в здание пожарной охраны. Почему? Потому что нам нужно было открыть центр петрымки семьи, а он предполагает несколько отдельных помещений. Там у нас был один общий зал, а нам нужно было несколько отдельных помещений. И вот в марте месяце мы перешли сюда, в это помещение, где у нас есть кабинет психолога, кабинет педагога, кабинет юриста, руководителя, общий зал регистрации. Вот это с марта месяца мы работаем в этом помещении. Найдемте, посмотрим. Вот здесь, зайдите, я не буду расходить. Это педагог. Вот я только не могу понять, вот это ж кто-то ободрал, значит, надо же... Марина, это ж надо подклеивать. Да, да, сегодня приходится. Вот. Ну, всех нас поснимали. Детей поснимали. Вот. Вообще я из Донецка, в Кубышевском районе Донецкой жила. Когда начиналась в прошлом году такая накаленная обстановка, я переехала сюда, потому что у меня отсюда родители. Двое детей у меня. То есть, находясь, будучи в декретном отпуске, я переехала сюда в конце апреля месяца 2014 года. Переехала, считала, что не на длительный срок. То есть, ну, месяц, два, три, что это. Такая вот история в нашей стране закончится. Но, к сожалению, она больше и больше разгорается. Вот теперь проживаю здесь. Старший ребенок ходит в школу, третий класс. Бладший ребенок ходит в садик. То есть, у меня двое детей. Ну, что еще рассказать. Вот, с апреля месяца волонтер в прекрасном кресте. Пытаюсь оказывать людям, которые в такой же ситуации, как и я, попали, помощь. Работаю с благотворительным ходом «Каритес». Эта фирма «Каритес» называется. «Каритес» — это в переводе «Благодать». Это католические церкви Европы сегодня помогают переселенцам. Они помогают по-разному. Помогают в денежном варианте. Помогают лекарствами, помогают памперсами, помогают продуктами. Вот такие коробки, вот видите, это польский «Каритес». Вот это, они... Семья может получить вот такую коробку с продуктами и с химией. Вот это порошок, зубные басты, зубные щетки, шампуни. Сейчас открываются бизнес-проекты, будет грант на переселенцев, на выделение денежных средств, на ведение бизнеса. То есть, чтобы люди выходили со статуса переселенцев, те, которые хотят остаться в городе Миротополе. Им будут выделены деньги от 10 до 40 тысяч гривен. Ну, то есть, под бизнес-проекты, чтобы люди, ну, вышли, вы сами понимаете, второй год это в стране происходит. Такая тяжелая ситуация, и постоянно люди ходят, дай, дай, дай. То есть, нужно уже с этим заканчивать. Пускать корни и ставать горожанами, полноценными этого города. Очень хорошо, это, что находится в здании пожарной охраны. С одной стороны, вход к пожарникам, с другой стороны, вход в центр Петрынки семьи, то есть в штаб по переселенцам. С другой стороны, вход в центр Петрынки семьи, то есть в штаб по переселенцам. Это поддержка, а там 4 месяца будет в районе тысячи. Там не сильно, конечно, большое. Ну, хоть что-то подлечитесь. Нет, ведь мы хотим, чтобы не было. Это, 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 по жизни. Ну, да, все. Все, тогда я сразу вас наберу. Ничего, а у вас как-то ничего. Только детки заболели. Мои тоже только вот перевалюли неделю назад. Нет, путь где-то, могут нормально, вот, чтобы не было. Да ладно. Продолжение следует...